тима с дагон файл и друзья мои заключительная игра на сегодня мы все-таки и дождались дождались просто просто вот мучились мучились и у нас все получилось и у нас даже есть первые пики первые маны дагон файл кстати играть за радианта задай играть тима с скаем окна дагон файл первый пик а бэйном и кентавром вар раннером вот я как-то что у меня какой-то зашоренное сегодня осознание или как-то его назвать но и честно говоря пик first пик бэйна это меня очень радует потому что вот сейчас джин грей задумался тоже черт возьми а что это вот так если горит на английский языке какого хрена тут бэйн делает первым пиков что это такое не ну конечно есть и одно время даже практиковался бэйн в мид и вот абадон решили да вот так вот вам бэйн и вот вам сразу же абадон давайте давайте байна больше байна ферст пик слышите очень интересно так как то это что то что так я секундочку свернусь и развернусь вот значит вот название хорошо и что и все мирану ясно да почему джин грей убирает мирану ну честно говоря тут вот интересно а вот ну хочу с вами обсудить какой момент смотрите вот команда пикает бы надо вот там типа бы на и кентавра забирает а вот и что ну то есть добре ты команда дать и моя сейчас взяла бы на и кентавра и она знает что есть у противников баны соответственно мирану они забанят да но команда генфов тоже знает что тима ст знают что у них есть банны мира ну забанят и вопрос здесь какой типо двойной блеф типа мы берем байана в надежде на то что вызываем имерана которая нам не нужна или это мы берем байна и кентавра владиже тому что вы будете думать что нам нужна мирана то все что вы будете думать что мы думаем что нам нужно мирана она мне нужна и вы не забаните а мы ее возьмем вот так вот то есть так это или нет вот вот в чем вопрос ну как бы там ни было миран и нет мирана нет вайпера нет вообще никого нет но есть кто есть конечно же джаггернаут поэтому я призываю команду айси брать джаггернаута и не париться джаггернаут это просто имба а может быть вот еще шейкер да . имбам антимаг тут бен у них есть да как бы типа вот нужно керри почему не взять антимага тут антимага нечем остановить вот пока что да бадонская мак ну типа щитки там все это хорошо но тоже антимаг антимаг понимаете просто антимаг то есть сам по себе типа герой но такой вот вроде бы никакой но когда он покупает башер то это уже просто беда потому что даже какой бы 2 сам крутой ввод не был до антимаг просто прыгает сразу же ну ты че не башен даже супер башен сразу же дает в него описал сразу же три копии эти делает да ну то есть манта стал прожимать и просто сжигает и бумагу за вот эти вот там три четыре удара пока будет стане еще и там новые баши сверху прокают и просто ничего не сделаешь мана у тебя улетает буквально в секунду там если говоря не помню сколько антимаг там за удар зажигает маны по 80 что такое ли по 50 и вот посчитать это три иллюзии ману там за удар типа по 100 по 200 манов и часы кстати свернуть уточню этот момент я думаю у меня простите за мое незнание ну я вот к сожалению не знаю сколько за удар сжигает маны антимаг но сейчас это узнаю постараюсь запомнить нет все таки 64 52 на третьем левеле 64 на втором 64 до на 3 умножаете и получаете то есть 180 маны а он-то в секунду бьет как минимум два раза сам антимаг нужно таком большом левеле то есть он сам лично за секунду вам 120 маны сжигает 24 да еще и иллюзии там пару раз ударят вот вот и все вот и все две секунды оглушения да и и до седания и ну за одну секунду там пока башда пока он там куда ну короче а если у вас еще и спал и который не мгновенно касается вот он выкро мгновенно остальных кастпоинт есть да если этот кастпоинт например бой на полсекунды дату все то просто пока еще за полсекунды в этом что-то соберетесь скастовать эти руки вверх поднять то просто напросто еще пару ударов сделать на тимак и все до свидания так бэнт импларка кстати а где же рыксар друзья мои где же тот самый бестмастер чему нет мастера было бы прикольно если бы бестмастер своей своим криком рором и фиссуру шейкер раздвигал в ну то есть грубо говоря так вот фиссура лежит а он поперек крикнулась фиссура типа разломилась не пополам проход делался на резервное время так что-то надо собраться с мыслями нас есть темп ларка у нас джеки а то есть то есть непонятно вообще непонятно а может быть об одном типа керри ну и туда не пугу тюрильевская макси дагон файва что такое набрали очень интересно ну тогда уфленер короче пока уфленер да не хватает или это соло темп ларка на легкой линии ну типа на любой линии от репла в сложную и вот что-то ну короче соло герой в любом случае не хватает а здесь не хватает но бэн понимаете не в мид идет инвокер в мид идет вот так вот парка нужно изи против инвокер по идее стоять даже если это экзортов и там супер огнедышащими форджами а тут керри тут нужен керри тут нужен керри вивера дима флэнер убирают а керри тут нужен типа ну можно вполне даже себе лайфстиллера взять прям совсем можно брать лайфстиллера и вообще не переживать кстати помните дома бэн лайфстиль раньше же была такая же связка почему бы не вспомнить о ней тима из синока вы вспомнили или нет тинкера забанили окей что интересно вообще тинкер почему тинкер ну вообще непонятно тинкер то есть думаешь лукер сложную поет тинкер в мид ну типа а вот от репла бэн кентавр шейкер неясно тут можно котла взять по идее по идее почему нет котла нельзя взять это я что такое сказал не то котл здесь не нужен ну хотя если это медовый котл а типа инвокер фармить шейкер слова кускар вот это да круто ну а типа хускара наверно взяли типа вот против темп ларки чтобы как-то сжигать там что ей поджигает свои копья нанося периодический урон своей обычной атакой дополнительный урон складывается с несколькими атаками тоже такая поглощает часть здоровья хускара длится 8 секунд очень даже неплохо а что ж ты гонфайлом то делать вот интересная ситуация с кускар и walker 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 инвокер 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 я хотел чтобы был клокверк не знаю говорил это или нет но мыслями я точно был с клокверком а если клокверка в мид вообще отправить вот как против кускара или нет это плохая идея да наверно наверно это плохая идея после штамп ларка конечно в миде стоит акваперк сложно риска магов посмотрим как бы разные могут варианты очень даже разные прям совсем разные ну тем интереснее будет игра тем интереснее будет игра time to die ну такой вот шейкер прям очень грозный 10 секунд остается то что еще не все разобрали так давайте смотреть джекея на бы не играет синтетик на кентаври time to die шейкер инвокер на уланы делири ускар так пауза мы своими под шумочек сворачиваемся и меняем настройки ну я вроде бы все поменял возможно а кто-то вышел до сих пор не взяли героев как лакверк нет лакверк есть кого-то абадона нет бадона нет плохо плохо а мы уже представили команда гонфайф или нет в сал нет на клакверке играет тут две точки играет на sky магия две точки скобочка джекира про играет на плаву что это за темпларка ужасная это бредовая темпларка если честно арабиш стайл не очень нравится скамо как sky маг такой типа шлеме с палкой с крыльями прям архангел архангел тироэль вот как с куриными ножками паузу отжали абадон джин грэй абадон абадон такой вот абадон весьма успешный в саппортинге цендарка все-таки в мид идет такой у нее супер-пупер и тем билд но у него fast bottle а3 бренча с намеком на то что она соберет потом все-таки себе супер magic stick magic wand magic wand magic stick magic wand так 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 что здесь будет делать шекер просто так стоит или нет а вы же его шейкера 4 танго и здесь 4 то как тут одно оказалось откуда она взялось делириум откуда у делириума танго еще одно было что я вообще не понял ну ладно в общем танго танго битва началась 3 2 1 битва пошла дубль демочная мага ну нет или для него или нет или да и для джекира или для баду носки абадон будет фармин да все таки это керри абадон это круто нормально чё абадон в качестве фармила это хорошая штука вот ну а в центре конечно же стоит хускар против там пларки ну куска тоже видите проблема в том что мана ты ему особо не нужна он своими огненными этими копьями будет так ну-ка на копье все-таки не не сжигая до броню или сжигает пока непонятно по идее должно сжигать ну бронями до рефракшн так not refraction и не не сжигает вроде не сжигает ладно короче давайте смотреть тут 4 на 2 уже инвокера ну кэри инвокер у нас получается вот такого все таки экзортовый ну потому что керри инвокер да понятно но в сал тут пока гонять их у него поги есть кстати он с погами тоже нормально там может ну или не то очень сильно уже в сторону пропущено здесь закрепи мага так что проблем у него естественно не будет с набором опыта вот прямо сейчас у него даже второй левел появится несмотря на эти дына и всякие сейчас будут сталкиваться с когами почему этого не толкнули крипа ой и странно очень второй левел батареечка не имеется ну а тут гоняют кентавра джакира его отгоняет а подождите что джин грей а у него супер ободон сайте какой супер ободон с какими-то новыми там не знаю чем просто морд нам такой вот ладно чем а вот он хороший ободон пригожий и очень даже пока непонятно какой об одном просто оба ушел с линии что а кто-то джакира кэри у вас получается у нас это уже в второй игре такой билдут джакира dual breath и liquid fire оба дон там бегал за курьера курьеру чтобы побыстрее сделать а иллюзии отправляет бэйн в центр чтобы напрячь там темп ларку ты парка более-менее сын эти 6 на 4 у нее не самый конечно лучший крипстатные приходится воевать с хускаром может быть поэтому не проблема и рун она вовремя конечно не подобрала вот тоже это может быть проблемой если бы знать где точно появится руна тогда бы темп ларки было попроще нам постоянно бутылочку это пополняла так как бы а так вот а так вот так так ну тут танго пришло в принципе хускар уже все танки потратил ну потому что собственно у него burning spirit тратит его жизни может быть как-то по агрессивнее можно быть против темп ларки почему нет сбил утро фракшн вот видишь рефракшн давай еще одну копию копьё вбрось у нее как-то быстро закончился рефракшн и гоняет вот смотрите за монота нету там пларки тут замедлил скамак типа но и такое ничего это не решает в данном случае джекира скушал немножко но хорошо если у вас ставка на фармящего типа джекира то вот тогда джекирова должен через буквально три-четыре минуты уже пойти из я у синтетика то убивает да боже ты можешь это убьют то есть ли у айс пас только был но вот айс паса не было поэтому джекира отпускает кентавра кентавр тут еле-еле каши живой но посмотри кто ему в спину заходит это никто иной это sky маг скамак на самом деле если бы он был 2 а уже 2 он просто может замедлить кентавра и дать ему пару плюх аркан болтом вот так вот ну и сам скамак то то врата на по 110 урона так 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 то что прилетела а транквилу вывезло кстати руна невидимости там шейкер ее обнаружил и отправляется делириум а у него есть уже шестой лет у него пятый у него почти шестой смаке шейкер использовал но невидимость так вот чтобы мы очень захотят за гангать эту там парочку ну так у нее то просветка есть что вы пришли ее гангать просветки нет соответственно октавр тавр тавр что у меня интересно что с товаром джекира что не плюешь товара ликвид файл значит плевал плевал давай еще плюнул хорошо укрепили свои сооружения 5 секунд сколько у джекира действует ликвид файр длительность 5 секунд а ну окей защитились от одного ну и вот сейчас надо знаете что это надо пойти забрать т2 вот и сейчас забирать т2 то команда гуф на шаг к победе приблизиться если нет т2 не забирают то они а на шаг от победы собственно отходят вот так вот ну смотрите очень много тут крипов здесь телега есть еще и пошла атака на тайм туда он разрезает этих всех так так как стал джекира на там архотик щелта еще тп чеку делать с бен сюда джекира жив здоров сан страйк находит джекира погибает джекира яйяяяй ну пошли тут уже глупо было вот так вот агрессию проявлять на вопроса тавр забирать что ж вы так-то ай-яй-яй-яй-яй ну все сейчас будут забояться даганфайв и не пойдут дальше атаковать не пойдут так стану ой хорош помог шейкер а нет давал эти сработал койлом забрал джин грей молодец и тавра причем очень хорошо потому что кентавра то уже был пятый левел а джин грей был четвертый опыт а ну вот сейчас надо не забояться и надо пойти дальше но просто такая была классная ситуация здесь была хорошая пачка крипов и телега была телега а вот и спокойно можно было бы тавр забрать не надо было агрессию проявлять по отношению героем надо было просто агрессировать в тавр ротчик к кентавр уже вернулся сюда джакира лепит файр кентавра хорошо взорвался щиток за хостой там пларка то хосту наконец-то подберет да и вы что да неужели то но этот прыгнул на скамага но мне кажется сейчас делириум погибнет делириум должен погибать а замедляет вопрос на хосте он бежит делириум там пытается отпеваться но честно говоря молод не обращает так джакира плюту цели полтава разобрал уже у того рта забрал чтобы скамага сюда не ушел уже плохая ситуация конечно участного кто может быть другой да желаем перейти пока хускара нет вот можно было бы попробовать в мид типа бы сделать быстрый т.п. и попробовать там пару раз поплевать так 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 это тоже что есть и хускар куда летит хускар но должен лететь вот сюда он попробует забрать там короче вы поняли кого или что-либо клокверк но клокверк пока стоит там свои сложно линии блин тагер хульсе вы форме шутка конечно же bad mail скорее всего это будет ли что-то такое пока месть так а где хускар хускар клокверка пришел убивать телега вот вот-вот-вот-вот-вот-вот задача сейчас задача забрать этого товар гораздо раньше надо было делать уже 7 минут уже прошло все давайте посмотрим что у нас половину скамаг очень сильно отстает здесь саппорт более-менее там парка вырвалась пет потому что убила и вот темп ларка сейчас будет мой мой хороший уронил очень хорошая заметно забрать вот это там пларку это осталось еще может там туда и забрать или нет что что было ясно санстрайк ты чего так 5 секунд и товар погибнет айдем пларка это пларка слив так щиточек хорошо замедление синтетика и что будет его забрать тут сразу же 20 пеновый товар даты там телега товар заберет хочу донай товар надо было нового нас и донай товар и не получилось донай товар силы света разрушили но тут джекира сейчас погибнет но дата вроде отдаваться джекира 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 про конечно ну что ж ты так отдался то этому инвокеру то так же хорошо все тебя было а можно же вернуться да вот узкара с помощью молда то есть он тебя прыгает а ты об а я в домике или нет можно можно мне кажется может даже нужно так но все равно как бы ну точнее все равно не все равно но надо вот производить давление на другие товара вот прям примут очень быстро вам товара забирать таким джекира что иначе преимущество будет взять ниоткуда надо было в товар же плюнуть но что-то ему хускар вообще как салон дробина твой этот плевочек дружочек любой плю и в товар есть плевок хорошо так 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 что инвокер пока еще не выходил ну как как не выходил него 30 понимаете он не выходил не выходила 30 у него есть на строке он давайте качественная дает но может быть перетяжку за эти где клоквер почему клокверка нет клокверка желтенький клокверка на баба вот летит хорошо ну уже все 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 здесь есть и шейкер в том числе так поэтому все отступают так ускоряют хорошо калкснэп жакира пошел сразу пугай король клокверка коген ставь коген все вытолкнул себя из когтана простопе молодец шейкер погибает есть есть бы надо побить бить бей на бей на бей там что-то что-то чуть-чуть осталось на ультимата про кул там на грее растянулась битва замедляет война бейн отпевается какая хорошая айс воли на но но носит и покинуть что там бейн все еще живой нет бейн все-таки погиб вот-вот она темпларка гонится это сейчас кентавра можно забрать плевок последний забирает коги стоят замедляет темпларка замедляет делириума надо мало то есть минус 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 7 ну почти минус 7 в итоге тут кстати тавр будет забрать какие просто коги как же стал сыграл просто в сал вошел как нож сыр просто нож в какой-нибудь ракфор или даже не враг фора в бри который очень мягкий и просто прямо мягче чем в масло даже понимаете просто разрезал пополам вот это было круто кстати знаете что еще круто круто добыл дэба шутом пларки это очень тоже круто тоже очень круто смол да есть мека на джакира джакира кстати такое вот интересное но тогда теперь вот поймете в чем штука я вам объясню просто если вы очень быстро забираете первый товар и второй товар вот прям очень быстро за одну атаку то у соперников нет возможности нет времени прилететь защищать эти товара потому что вот когда здесь уже дрались джакира джакира переходил дрались уже против всей команды против всех против пятерых и то же самое будет с каждым следующим товаром с этим товаром с этим товаром постоянно будет с пятером приходить и защищать товар а когда вы быстро вот пока все еще на войнах пока все еще очень маленького левла пока нет возможности там быстро перейдеть на чужой line или там т.п. потратить или что такое когда вы быстро просто вон клингамина за пять минут забирать два товара тогда все тогда вы можете сделать и у кого кверх хорошо там забрасывал шот но не получилось немножко и тогда противник просто не не может ответить вам потому что еще ну то есть смысла нет во многом ситуациях даже может быть и маны нет на это т.п. ты сделаешь а дальше что дальше все маны нет а вот мы решили по виду пойти ну правильно тоже есть возможность но опять-таки приходится драться будет приходится драться против пятерых придется драться против пятерых но может быть готовы к этому типу летом плаке д.д. вот надо чтобы джакира плюнул это плака пару раз ударила по тавру буду очень будет больно давай рефракшн и бей в тавр бей в тавр бей в тавр вот посмотрите уже у тавр так куска огромного куска хп нет ну конечно фортификация не вовремя продолжать продолжает то что что-то рефракшн то тратишь в фортификацию я честно говоря не понимаю постой то так 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 хорошо кентавр дать за что что кентавр данного замедлили сальмс уже на него положили хорошая фиссура встал то коги сейчас дает нут снип ну коги будут боги есть да боги есть и 9 на 6 счет нас 6 на ней пошли дальше ну вот 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 айден вокер но кир забрал тавр да здесь но обратите внимание о хорошая фиссуре на оставляет им пларку внутри а все остальные снаружи ну дым пларка темп ларка темп ларка что там еще кирпич на сверху инвокер то сказал но он не по кому не попал а темп ларка то с четочком и ой ворвался к коги тоже есть его туда ультимать нового на инвокер прожал стики так подозреваю но ну и спасся кстати а тут тавр то нет вот 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 эти хорошо джекира танкует но он кстати можно себе позволить потому что у него 14 брони и 1200 хп а тавр еще есть мне показалось что его уже нет но скоро его не будет честно вам скажу я в это верю ну есть рефракшн да ты пишется сюда кто-то там разобрали шагер утонул хороших а слэм вместо телепорт вместо даггера но он погибает и тут убьют барак так хорошо делириум сало догнал уж тут форстафт у тебя делириум то тут уже тут уже что тут уже ничего ну честно говоря вот с байном не совсем понятно да так забрали клокверка но делириум ой 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 там мекку прожали и мне показалось а ну да на нем же была на самом мека поэтому на себя потратил тут новоанда и вы заморозился или не как-то не понял я почему заморозился и продолжаю драться на хайграунде вражеской команды даганфаевы там парка вылетела сейчас вернется и посмотрим у и 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 ты подключается про гау говорит готовы готовы дальше готовы горит нового синтетик говорит нет 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 надо что-то нам делать слушать а что же пошло не так то команда если ну во-первых бэн first пиком бэн честно говоря я не понял вот он тебя никак не реализовал в этой игре 1 1 4 3 крипа он убил 0 за динайл во вторых кэри инвокер вроде как и неплохо но кэри инвокеру нужны ну мне кажется ветра нужны ну то есть you да то есть и у поднял и сразу же прокасываю sun strike blast и метеор вот они некрономик он нужен но может быть пришлось по ходу там когда в некрономик он свечница потому что как-то пошло все не так как хотелось но честно говоря не знаю а вот в третьих кускар как-то вот против там парке тоже не зашел ну вот ну не зашел не зашел не зашел не зашел вообще ну вот наверное этих трех вещей было достаточно чтобы вот ситуация стала вот такой вот ну теперь нован говорит гол теперь но он говорит так я подозреваю что сейчас не пойдут атаковать дальше до перемещаются все назад куда-то разве кстати вот руна очень важная для темп ларки просто самая важная руна и надо бы ее забрать просто руна ускорение во многом компенсирует отсутствие блинк даггера на темп ларки то есть прям нету тебя сразу денег на блин даггер да может быть и не планируешь блин даггер собирать можно сразу там дозолятор или яшу а вот кстати блин даггер на так вообще хорошо ты прыгнул с блинка всех там побил и убежал на хосте вот и все вот и все но опять таки тоже темп ларка должна быть агрессивно чтобы остальные свои артефакты вывести потому что дэмэдж это намного наносит но чем дальше идет играть тем это дэмэдж становится меньше ну то есть как бы он там показатель урона не прибавляется а у противников хп это добавляется хп скиллов добавлять там они могут лишний дизайбл в себя дать и так далее так блин 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 шла бежать а на т.п. вот хочет кентавра забрать есть на хосте блин есть мэл так как мэл об кентавр тоже ускорился станцию скинуть что мэл то нет ну что я не понял как-то перемудрил про он там думал сейчас он стан я от самого вернусь короче бред зря потраченная хоста честно да ну а там продолжает джакира свое победоносное шесть и ультимейт не качал но ему не надо ультимейт в таком типа при таком раскладе да ему самое главное жечь товара ликвид фаером и ну вот опять да видите то что говорю сейчас то команда уже аэси можете позволить в пятером собираться а вначале ну почему это важно потому что вначале вы если очень ах тут не видно тут смог все смог спадает джакира спалился так надо сразу же дать ликвид фаер на самом деле может даже и спас лучше дать но задувает дуалбресс айспас этот бэйн невидимости хочет кого-то под зацепить ой прыгнули в скамага скамаг сразу же там получил себя госсептор а кто на него госсептор на вот сам все госсептор но это не лучший вариант на самом деле того хорошая спасанную и тут и бластер с метеоритом тоже неплохие блока прыгает есть молдакова попала короче кого-то забила шейкерах а слабили убегать потому что там парка за ним боится и замедляет у слип и тут надо дать боги так в общем темп ларка ушла не зашла сделать тут может а ну она как может прыгнуть конечно же и забирал как ветках уканул ничего себе так ну тут еще вот два персонажа или живые но честно говоря они тут могут и остаться не кратк гоняются а слушайте а джекейта уходит а и хаин локер забирает с помощью некрономикончиков ну что больше добивать но за первым некрономикон нет такой уж он и злой даже уже 2 но в любом случае это был тот некрономикон который не кусается был ранжевой некрономикон а там и лично очень больно бьется такие вот дела ну кстати что товар в принципе отстояли свой так вот в начале потому что когда вы вначале быстро забирать несколько товаров то товаров то противники не могут их защищать силу того что это самое начало игры а вы забрали и вы когда их забрали вы получили буст очень сильный потому что допустим на третьей минуте да вот еще по говоря у вас там лишние 500 монет зоо с двух товаров на 500 монет может он допустим дособирать какие-нибудь там барабаны до собирая да если у вас уже что-то готово или там дособирать ну например там какую-то аквилу хоть нет тут плохие примеры ну брасер хорошо купить там брать что-то еще ну парочку артефактов какие-то начали добраться в лесбэн что такое вот взять может быть сапог до собирать но например facebook собирать там или что такое вот и пойти другие товара забирать уже имея преимущество по артефактам и тогда вы будете как бы наращивать наращивать наши преимущества потому что у вас будет больше артефактов и за счет товаров вы будете как бы еще и деньги себе приобретать но опять таки не стоит увлекаться в пятером уходить товара забрать то что в пятером вы собственно опыта не получаете проблема ну и тогда надо идти так чтобы быстро можно было забрать товара в общем короче товаров не осталось больше нет более того их всего 1 т3 остался 1 т3 тут линия вот эти вот хорошо пропушена нас интересует верхняя часть карты потому что что здесь разворачивается сражение тут уже почти погиб погиб барак казарма магов ель ель живая но джакира продолжает плевать вот там есть конечно фортификации командой си но надо как-то выйти в атаку тут ускоряется хорошо джакира сразу же стал в него одно тут архотик щилл джакира метку прожимают и вот так вот отрезает своя макрофера этого мультиметского ускорок ускор в форстафе ты сбок шекер погиб кто еще погиб никто еще выйдет погиб темп ларка гоняется за всеми не бьет она брака надо бы это сделать а что внизу а внизу у нас клатверк пытается выжить носки пускар его добил ну тогда вот так тогда так горит команда дагонфайв тогда мы просто бараки бараки но вот это вот уже эти дагонфайва который я помню вот еще повикенд капом который просто очень агрессивные которые в общем-то идут и какую-то какую-то задумку свою реализуют на парке надо добить сторону до этого держит ее конечно джин грей тут не может никакой щиток чик снять погибает он погибает облах 800 монет целых за голову там пларки далее но у джакира уже не крономик он понимаете а там заданая себя абадон или как да он совершил самоубийство а тут а тут и бара а тут понимаете тут крипы забрали один барак 2 чуть не убили вот это да ну как-то линия смело отпушиться хотя там очень большая пачка здесь было крипов ну что ж 20 минута честно говоря вот посмотрим на графики вместе с вами ну при таком конечно сражение графики видите тут как бы типа не очень показательная не но вот что касается контроля карты то весьма весьма неплохо все у команды дагонфайв потому что только на вардах живут а с и потому что вижу на у них больше нет никакого хотя и у самих догонов вижу на маловато учитывая что т1 товаров них нет в полном составе зато из т2 товара которые практически не распечатаны я бы даже сказал но только один распечатан наполовину что добить еще одну сторону осталось камани дагонфайв ну то есть вот забрать казарму мечников потому что она очень очень пробитая фортификации нет но этого в принципе под силу камани дагонфайв тут даже можно в пятером умереть и ничего страшного из этого не случится но я не думаю что в пятером они будут умирать они просто-напросто заберут эту казарму мечников и спокойно отступят перегруппируются и проведут атаку на рошана или может быть на какой-то другой лайну а лайн всего остался один ботом вот они не крадут просто можно не кровь отправлять да и они сейчас например убьют тапларка от парка решила денег дополнительно получить тапларку отрезали но не очень хорошо потому что она может тут назад отбежать ускоряется кентавр тапларку бьют хорошо и приморозит от твоих жакира и спас туда его крапиру замедляют синтетика джеке не знаю что делать сонстракт кирпич подошли вот это сижу зашел хорошо но там никого не было вот так вот замедляют пускарой все уходят никто еще не погиб и не погибнет хотя нет продолжаю драться тут пытались как-то джекира взять в ультимейт господа байны или бэйна но не получилось быстро сбили его ультимейты и вот так вот вот так уж 18 14 но вот минус две стороны и при нынешнем положении дел это gg эти общую ценность мы давно с вами не смотрели она вот такая вот 11000 темп ларка сон страйк хорош но это раз не попадает я же есть у темп ларки и дозолятор на все будет собирать ну или там пока бы не знаю что нибудь такое вот так вот посмотрите просто но у ван двух молдов с одного молда и 2 удары так вот еще и а и салис на тайм туда я погибает он ну и джи випе нонграта пишет нонграта что-то но уван пишет живи пи но и сеть на джи випе хорошая стратегия ну вот это было уже видно что эта стратегия была джекира мы пошли мы бьем товара мы не занимают типа получили по носу но мы типа не остановились мы дальше продолжаем потому что мы знаем что мы там можем драться что мы можем кусаться ну очень круто молодцы догон файл вот эта игра настоящий про команды команда айси тоже вроде бы неплохо отвечал но них пик был слабоват вот я не понял бен не реализовал себя продал один раз у них меньше всех из команды вот может быть для этого его взяли чтобы он не умирал кускар тоже как-то так отстоял непонятно данную инвокер вроде неплохо вроде санстраки там давал классно но вот так вот все случилось потому что вроде не было как-то непонятно вот не могли просто даже не знаю почему не могли то есть можно было бы сражаться перед товарами да то есть не давать джекира плевать по тавру его убивать и темплар кибить товар но для этого надо было что-то чего не было у команды аэси я затрудняю сказать чего него вроде и шейкер там а кентавр и все есть может быть если бы был какой-то ран живой еще саппорт вот не шейкера кто-то вот чтобы типа лин и там лишь от такой что можно вот там навалять туда все дать продащик лаквер был такой весьма опасный 1211 это показатели хороший клапир в общем друзья мои в итоге догон five победили спасибо им спасибо команде аэси отыграли классно шикарно ну а мы на этом с вами будем прощаться потому что на сегодня все но как бы мы прощаемся только на сегодня а завтра у нас впереди еще целый игровой день 25 число завтра у нас целых пять игр вот так вот поэтому приглашаем вас завтра и ну и будем думать чтобы думать о чем мы будем думать завтра но завтра будет завтра на сегодня наверное все и до новых встреч в эфире всем пока